В версии 5.0.0.3 программы 5D-смета существенно расширены возможности применения типовых наборов норм. Типовые наборы – это фрагменты сметы, заранее подготовленные сметчиком. Они имеют названия и коды и могут включать любое количество сметных норм. Наборы норм до версии 5.0.0.3 были статичными, то есть на выбранную конструкцию, в данном случае трубу, применялся один и тот же набор норм. Это можно было сделать как вручную, применить набор к выбранным элементам проекта, так и с помощью предварительно проставленных в проекте идентификаторов. В версии 5.0.0.3 появилось понятие активных норм. Сметчик может пометить одну или несколько норм в наборе галочкой, и выбранная норма, в нашем случае укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм, станет активной, то есть заменяемой нормой представителем группы однородных норм с разными диаметрами. В момент применения набора эта норма будет автоматически скорректирована в зависимости от диаметра той трубы, на которую этот набор применяется. Сейчас мы увидим, как это происходит. У меня выделены трубы разных диаметров. Нажимаю ОК. Программа сначала назначает эти нормы без изменений, а потом спрашивает, как их подобрать. Подбирать будем по диаметру трубопровода. Некоторое время программа подбирает нормы и после этого сама корректирует набор в зависимости от диаметра каждой трубы. Готово! Все 87 труб осмечены, и на каждую из этих труб привязано по две нормы. Они разные. Третья, пятая и четвертая с разными диаметрами трубопровода, а следовательно, с разными диаметрами изоляции. Подбор этих расценок по диаметрам программа выполнила автоматически. Наличие подобных норм позволяет существенно снизить количество необходимых типовых наборов. В данном случае вместо того, чтобы делать набор для каждого диаметра, можно сделать только один, и программа скорректирует этот набор в зависимости от диаметра той трубы, на которую он будет применяться. Аналогично работают наборы в зависимости от толщины стен, массы металлических элементов, периметра или диаметра воздуховодов и так далее. Надеемся, что ролик был полезен для вас. Задавайте свои вопросы в комментариях, и мы ответим на них в следующих видео.